Добрый вечер, это Сергей Медведев, программа Археология 2005 в Москве. Ну, нам помимо прогноза погоды не сказали еще, что с пробками происходит. А пробки у нас декабрьские, 9 баллов по Яндексу. И я думаю, что, собственно, разговор должен происходить наш по автомобильной тематике. Все, что связано с автомобилями и все, что связано с теми пробками, в которых вы сейчас стоите. А пробки в очень большой степени связаны с состоянием парковки. С всеми теми сложностями, которые мы испытываем парковочными. И сегодня у нас очень хороший информационный повод. Потому что буквально несколько часов назад Московская городская дума приняла постановление об инициативе по проведению референдума города Москвы. То есть у нас будет скорости референдум относительно платных парковок. И вот об этом во всем, о том, что это будет за референдум, как вообще нам дальше развиваться с парковками в Москве. Какое будущее вообще автомобилей и автовладельцев в Москве? Говорим с нашими гостями. Это депутат Московской городской думы Иван Новицкий. Добрый вечер. Здравствуйте. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Добрый вечер. Добрый вечер. И координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Добрый вечер, Петр. Здравствуйте. Ну, Иван, вам, наверное, первый вопрос. Что означает эта инициатива по проведению референдума? Когда этот будет референдум? Какие вопросы на него будут вынесены? Во-первых, как вы правильно сказали, действительно, Московская городская дума приняла постановление об инициативе по проведению референдума. Но это постановление, согласно закону о референдуме в городе Москве, значит только то, что вопросы, которые инициативная группа вынесла на референдум, соответствуют законодательству и могут быть вынесены. Но для того, чтобы они были вынесены, инициативная группа должна еще собрать подписи. 150 тысяч, по-моему, да? Да, почти 150 тысяч подписей должна собрать. И вот только тогда мы можем говорить, если эти подписи проверят, они окажутся достоверными, отвечающими, опять же, закону, тогда можно будет думать уже о референдуме. А пока только вот то, что эти вопросы, они действительно могут быть вынесены в такой формулировке. Обсуждали тоже на заседании Московской городской думы. Было много критики по, собственно говоря, точности, понятности и разным другим вопросам. Но, тем не менее, дума признала единогласно, голосование было 26-0, признала то, что это можно соотнести с законом, и можно уже дальше собирать под эти вопросы подписи. А кто входит в эту инициативную группу? И в чем вообще, так сказать, мега-цель, мега-задача этой инициативной группы? Ну, мы на Думе не выясняли, кто входит. Мы только выяснили, что все собрание инициаторов было проведено правильно. Это подтвердила и Московская городская избирательная комиссия. И затем в Думе тоже проверили документы, состоялось состояние комиссии, как это положено совместное, и тоже посмотрели, что все соответствует закону. Только вот это нам надо было удостоверить. Сергей, а вам известно что-нибудь об этой инициативе и чего, собственно, люди добиваются? Насколько я знаю, эта инициативная группа принадлежит депутатам Справедливой России, муниципальным депутатам. Насколько я знаю, там один из инициаторов Илья Сверидов. Это вот я знаю точно. Что касаемо референдума. 16 ноября, когда Федерация Автовладельцев России выступала против введения платных парковок, одно из требований как раз звучало о проведении референдума. Но референдум как раз с вынесением вопросов, которые сейчас и которые планировались изначально, имеет очень большую разницу. То есть изначально всего лишь навсего хотели вынести на референдум решение о том, что расширение платных парковок решается всеми жителями, обсуждается там по районам, в городе, по округам. Это уже второй вопрос. Но только после этого вводятся платные парковки. О расширении, то есть референдум о том, что уже состоялось сейчас о Бульварном кольце, никто это не ставит под вопрос. А тогда о Бульварном кольце не было еще. Никто не говорил. Но говорилось о том, что на территории уже Садового кольца нужно проводить всенародное обсуждение. В смысле внутри Садового кольца, между Бульварным и Садовым. Да. И второй вопрос, который хотели мы вынести на референдум, это передача полномочий о принятии подобных решений не правительства, как сейчас, а Московской Государственной Думе. То есть депутатам. Городской. Городской, да. То есть депутаты ответственны, впереди выборы, и выборы будут постоянно. И мы можем отслеживать, кто и как принимает подобные решения. И соответственно, по делам их воздастся. А сейчас это, Иван, сейчас это решение исполнительной власти, да? То есть правительство Москвы, как оно захочет, собственно, там и введет платные парковки. Ну, это в компетенции исполнительной власти, да, по распределению полномочий. А законодательная власть не хотела бы здесь, собственно, поучаствовать, попросить поделиться? Ну, вот здесь в референдуме выносится на всенародное обсуждение вопрос о том, чтобы как раз местному самоуправлению и районным депутатам дать возможность влиять и определять на территории своих районов места для платных парковок. Четвертым вопросом, он достаточно большой и сложный. Места, но не сам принцип платных парковок. То есть какой-нибудь район скажет, а мы не хотим. И не условия, понимаете? Только места. Давайте его зачитаем. Четвертый вопрос. Поддерживаете ли вы передачу органам местного самоуправления полномочий по администрированию зоны платной парковки, в том числе установление льгот для жителей, сокращение и увеличение платных парковочных мест, а также поступление платежей в местные бюджеты. Что написано, то написано. А куда сейчас, кстати, платежи все идут? Это один из главных вопросов, который, я понимаю, всех волнует. По тому постановлению, которое установило правительство Москвы, платежи собираются и пойдут тоже тем же местным депутатам, депутатам районных советов, на распределение по их решению. В 2014 году, то, что собрано в 2013 году, пойдет, будет перечислено на 2014 год. И местные депутаты районные смогут распределять это, ну, по установленным статьям, конечно, тоже на благоустройство, скорее всего, на создание каких-то улучшений территории района. Петр, а какая Ваша точка зрения или, так скажем, шире точка зрения «Синих ведерок» на вот эту всю проблематику? Ну, у «Синих ведерок» неоднозначная точка зрения. У нас идет мощная дискуссия по этому поводу. Но, в целом, мы получили некий консенсус внутри и по поводу референдума, и по поводу платных парковок. По поводу референдума скажу пару слов. Дело в том, что мы выступили против этого референдума, потому что вопросы сформулированы таким образом, что сама идея платных парковок вообще не оспаривается. То есть, то, что платные парковки в Москве есть, вынесено за скобки. Оспариваются, ну, или, точнее, спрашиваются у жителей Москвы вопросы второстепенного характера. То есть, какая зона должна быть у платных парковок, а куда девать деньги от платных парковок и так далее, и так далее. Но сам факт наличия платных парковок, я имею в виду на обычных дорогах, он, в общем-то, совершенно не оспаривается. При этом сейчас уже есть очень нездоровая тенденция, когда между жителями районов начинает возникать вражда. То есть, сейчас жители центра понимают, что на этом референдуме будет решаться, то, будут ли они парковаться около своего дома бесплатно, по-прежнему бесплатно, не ими. А будет решаться жителями Бутова, Ну, Переделкино, там, какого-нибудь поселка Восточный. То есть, жителями окраин, потому что жителей центра мало, а в основном все люди живут в спальных районах. И это уже в итоге сейчас приводит к конфликтам. То есть, жители Бутова, ну, условного Бутова, спиливают шлагбаумы, жители центра в виде чужие машины режут им колеса у себя во дворе. То есть, начинают происходить конфликты, которых раньше не было, и даже почвы для них не было. А сейчас у нас получается такая межрайонная вражда, и чем дальше мы пойдем, вот, в отношении к платным парковкам, тем дальше мы зайдем. То есть, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Мы в итоге придем непонятно к чему. То есть, у нас каждый двор будет огорожен своими платными парковками. Ну, знаете, думая о том, как это происходит вот на Западе, я видел, в принципе, там же так и есть. Там нет вот этого давления на платные, на спальные районы и центральные районы. Получается, что у нас сейчас дискриминацией подвергаются жители центральных районов, да? Нет. У нас дискриминацией подвергаются все жители. Я поясню, почему. У нас сейчас вводятся платные парковки, это, по сути, имущественный ценз. Все понимают, что если вы запарковались на подземной парковке или на охраняемой стоянке, или на надземной парковке, но крытая, которая тоже охраняемая, капитальная, то там парковка стоит денег. Ни у кого не возникает вопрос, почему. Вообще ни у кого. Потому что услуга называется ответственное хранение автомобиля. Московские власти придумали такую услугу, как разрешение парковаться на обычной улице. На улице дорожной сети. Да, то есть, ну, это, по сути, воздух. То есть, плата за парковку, которую они собирают, это плата за воздух. Они не оказывают автомобилисту, который заплатил конкретные деньги, никакой услуги. Я вот люблю приводить пример парикмахерскую. Когда вы приходите в парикмахерскую, вам стригут волосы, вы получаете что-то, ну, что-то овеществленное. В случае, когда вы оплачиваете парковку, вы не получаете ровным счетом ничего, кроме того, что вас не штрафуют. Но, знаете, это такая логика гопника в темной подворотне. Ну, подождите секунду, прежде чем логику гопника. По этому поводу сказал, что есть еще и другие меры, которые мы обсуждали. В других городах применяется плата за въезд в центральную часть города в Лондоне. И тоже, фактически, такое разрешение на проезд поставили умозрительный шлагбаум и открывают только тем, кто заплатил. Или штрафуют тех, кто проехал и не заплатил. Ну да, это такая, я бы сказал, очень популярная, если не популистская точка зрения. А кому принадлежит вот это вот место? И является ли это безусловным общественным благом? Вот эти вот парковки. Смотрите, эти места уже давным-давно оплачены из наших с вами налогов и ваших тоже, и радиослушателей. То есть это топливные сборы, то есть акцизы и транспортный налог, против которого выступает активно Сергей. И, кстати, я его здесь поддерживаю. Я бы все-таки ввел дискуссию немножко поглубже, если можно. И вот то, что мы вот еще до эфира как раз говорили, более серьезно вести дискуссии. Потому что плата введена была для того, чтобы ввести ограничения и сделать как-то удобным проезд в центр города. Но вот мы еще до эфира говорили о том, что если мы ограничим въезд в центр города таким образом, теоретически, да, все будут выполнять. Не въезд в парковку. Ну, въезд путем парковки. Ну да, фактически это, да, это запретительный барьер, да. То машин настолько много, что машины все равно будут ехать в центр города, да, и транзитные машины будут ехать в центр города, и все равно будут пробки. Вот как бы углубим обсуждение ситуации, то есть неупростим ее, а, наоборот, усложним, да. И действительно, наверное, надо очень такую вот комплексную составляющую смотреть, как все-таки идея-то, я думаю, у всех благая. Все хотят как-то что-то улучшить. Понимаете, что без ограничений, наверное, мы это улучшение не произведем. Потому что всех тех машин, сколько там вы насчитали, 650 тысяч машин, которые могут въехать в центральную часть города, да, даже больше, да. А сейчас въезжает 150 тысяч машин, которые насчитали максимум. Это в какую зону? В центральную часть города. Придел Садового кольца. Петр очень хорошо посчитал, это его подсчет, да, который он посчитал. Вот перед, я просто сразу, так сказать, обостряю дискуссию, вожу, просто не то, что обостряю, усложняю, да, потому что мы все над этим подумали. Задача всех нас сделать так, что все-таки жизнь была лучше. Какими способами? Либо самоограничением общим, да, принятием каких-то законов, ограничительных мер, какие-нибудь платные или разные обсуждались темы, там, в каких-то городах, там, четные, нечетные номера, там, у нас это дело, наверное, не пойдет. У меня будет и четные, и нечетные. Я согласен с тем, что платная парковка неизбежна, она все равно будет. Но прежде чем мы будем расширять этот вопрос, усложнять и углублять, я хотел бы определиться вообще, что такое парковка, а что такое стоянка. Вот на уличной дорожной сети у нас не может быть парковки. У нас нет даже в законе парковки, за что берутся деньги. А, ну, за что, да, за что деньги, непонятно. Да, то есть на сегодняшний момент даже руководитель департамента транспорта не знает, услуга это или что-то новое. Налог или что-то еще. Никто пока не знает. А как это в мире делается, где везде же платные парковки? Как это считается? В мире делается изначально, передаются муниципалитетам, которые этим управляют, жители обсуждают, проводятся референдумы, они знают, куда идут деньги, и они после этого только начинают собирать деньги. А у нас пока еще ничего этого нет. Идем дальше. Цели и задачи. Цель, которую заявляет нам департамент транспорта, это лишить Москву, вернее, упростить движение и сделать Москву без пробок. Но невозможно сделать ее без пробок, поменяв один автомобиль, который бесплатно стоит на уличной дорожной сети, на автомобиль, который стоит за оплату. Тем более, что руководитель департамента транспорта... Мы четыре человека, и они понимают, что они приедут и запаркуются. То есть мы усложняем трафик. Подождите, вы хотите сказать, что со временем введение платной парковки больше машин стало ездить в центр в надежде получить парковочное место? Совершенно верно. А сделайте опрос сейчас на жителей, и вам скажут, что сейчас проще припарковаться в центре. А что это значит? Это значит увеличилось количество автомобилей, въезжающих. Сергей, можно я вот перехвачу сейчас? Так вот, я тут посчитал очень простые цифры. У нас в пределах Садового кольца 2 миллиона рабочих мест. Даже если принять, что вот из этих 2 миллионов, ну, треть имеет автомобиль, то есть, ну, как среднее проникновение по Москве, то это около 700 тысяч. При этом в самые страшные дни в пределах Садового кольца, правда-неправдой, паркуется 140 тысяч автомобилей, а в реальности в среднем 100. 100 тысяч. Так вот, из вот этих 700 тысяч, которые могли приехать в центр, на общественный транспорт давным-давно пересели 600. То есть, только один из автомобилей из 7 приезжает в центр физически, остальные где-то его бросают. И сейчас вот эта вот лавина, там, 600 тысяч автомобилей, а может быть их больше, может их 900 тысяч, которые не ехали в центр по причине того, что там нельзя запарковаться. А действительно, допустим, для меня лично, вот проблема парковки в центре, я никогда не встаю, там, знаете, такой быдло-паркинг, то есть, я лучше там поезжу, но мне просто вот проще на метро доехать, и все, нежели чем там вторым рядом стоять, там, полчаса моргать или там на тротуар забираться. Но в любом случае, таких людей, как я, очень много. И сейчас нам дают надежду. Они говорят, окей, парни, приезжайте. Для вас все сделано, приезжайте и паркуйтесь. И в итоге мы видим сейчас ровно обратную ситуацию. Лексутов говорил, что это будет решение проблемы пробок, а на самом деле в центр поехало больше автомобилей. Ну, я, кстати, честно говоря, я этого пока не заметил. Вот я, например, гораздо проще паркуюсь в зоне бульварного кольца, чем год назад. Так что вы говорите, что сейчас проще припарковаться внутри бульварного кольца. И таких, как вы, увеличилось втрое. Раньше было один, сейчас четыре человека так же думают. Тогда, наверное, четыре раза, Сергей Владимирович. То есть, четыре раза даже. То есть, представляете, какая у вас ситуация? Тогда, наверное, справедлив этот четвертый вопрос референдума, который мы зачитывали, в том плане, что мы так приходим к выводу, что что ни делай, все равно будет забить центр. И тогда местная власть, местные депутаты, которые представляют местных жителей, решают, может быть, слупить с этих приезжающих в центр города. Или все-таки оставить принцип, кто первый стал тому этапки. Или просто вообще ограничить, перекрыть на каких-то улицах парковку. Ну вот, получается, выбор между плохим и очень плохим, да, все равно, да. И вопрос только, получается, сводится к тому, брать ли все-таки деньги, пополнить ли местный бюджет. Раз уж жители центра страдают от того, что к ним едет столько машин, то хоть давайте хоть с них слупим хоть какую-то часть денег, да. Ну, это же, мне кажется, неправильно. Может быть, это и неправильно, а просто вот некую логику привожу. А я вот, Иван Ильич, не вижу здесь логики. Логика есть только в одном. Если мы хотим увеличить трафик и сделать так, чтобы не было пробок, нужно убрать неправильно припаркованные автомобили. Вот одна только логика. То есть, причем они убираются, они не с помощью введения платы, а с помощью эвакуаторов, ГИБДД, штрафов, блокираторов, что вы, то есть, надо убирать. Я снова повторю этот вопрос, вы мне буквально сейчас открываете глаза. Значит, платная парковка добилась абсолютно противоположных целей, что больше людей поехали в центр. Ну, конечно. Ну, все-таки это надо просчитать, действительно сделать математическую модель, научную просчитать. Да, предположение сейчас такое гипотеза. Спрашивали, что может там через мобильную связь как-то это сделать. Слушайте, ну, на самом деле, это можно даже умозрительно посчитать. Через Яндекс.Пробки можно. Одно место, раньше там стоял менеджер, который утром приехал, вечером уехал. А сейчас вместо него стоит, один приехал, уехал, другой приехал, уехал, третий приехал, уехал. Четыре автомобиля в день. Ну, это данные в департаменте транспорта. Ну, так вот, я хочу задать вопрос все-таки повторно. Тогда чем же вы оправдываете свою поддержку платной парковки? Я не оправдываю. Я сказал, парковки наземные, подземные, то есть она все равно нужна. Для того, чтобы убрать неправильно припаркованные автомобили с уличной дорожной сети, нужно сделать альтернативу. Реальную цену и нормальную альтернативу, чтобы человек мог, вот, допустим, предложение, которое мы передали буквально недавно в департамент транспорта, сделать парковку под Садовым кольцом. Вы правильно все говорите, но это все под Садовым кольцом упирается уже в другие вопросы, вопросы градостроительные. А вы знаете, что мне интересно? Почему департамент транспорта говорит, что мы не будем строить, пусть строят коммерсанты? Вот это, кстати, Сергей, очень хороший вопрос. Друзья, нам сейчас нужно уйти на перерыв. Возраст очень хороший. Вот здесь вопрос поставил Сергей, к которому мы вернемся после перерыва. А кто в самом деле должен платить за парковки? Мы сами, город или коммерсанты? Пока что напомню нашим слушателям наш телефон студийный 65 10 99 6, код Москвы 495. Поддерживаете ли вы платные парковки? Вот учитывая даже ту дискуссию, если вы ее сейчас слушали, которая выявила, что, оказывается, платные парковки увеличили количество людей, желающих проехать в центр. 65 10 99 6, поддерживаете ли вы платные парковки в Москве? Мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим мы сегодня о московских пробках и московских парковках. Смотрите, у нас даже рекламный блог был, да, больше половины, практически весь рекламный блог прошел по рекламе автомобилей. Да, ну чего мы еще хотим? Не хотим стоять в пробках? У нас в гостях депутат Мосгордома Иван Новицкий, Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, и Петр Шкуматов, координатор движения автомобилистов «Синие ведерки». 65 10 99 6, код Москвы 495. Поддерживаете ли вы платные парковки? Борис. Здравствуйте. Самая актуальная тема, мне кажется, обсуждается и офисами, и соседями. Нет, не поддерживаю по следующим причинам. Во-первых, опять меня, как жителя Москвы, не спросили, удобно ли это мне, неудобно ли это. На вопрос, когда я звонил в департамент транспорта, а как мне оплатить, если у меня нету карточки, и почему вы заставляете меня пользоваться мобильным телефоном, мне потрясающий дали ответ. А вас никто не будет спрашивать. Решение было принято, и вот хотите, принимайте уже сами. Не хотите, ваше мнение нас не интересует. Многочисленные жалобы ни к чему не привели. Это два. А в-третьих, мне кажется, это сейчас развивается потрясающая ситуация, когда люди, у которых есть автомобиль, вступают в конфликт с теми, у которых нет автомобиля. И, к сожалению, наш менталитет, как правило, не очень приятно проявлять себя в том, что пускай лучше мой сосед будет хуже, у которого есть автомобиль, а у меня его нет, и я злорадно посмеюсь. Хотя люди не понимают, что завтра власть придет и скажет, что мы соносим ваш дом. А, кстати, да. Надо подстрелить дорогу. Не-не, слушайте, а можно вам вопрос? Простите, это Петр Шкуматов из «Синих ведерок». А скажите, а вот почему бы, допустим, не ввести плату пешеходам? Меня вот, допустим, разоражают толпы людей на улицах. То есть их слишком много, пешеходов. Ну вот это люди, я с вами соглашусь, что люди иногда не понимают, что сегодня ты в одной позиции, а завтра ты в другой. Можно, если, ради бога, один пример из жизни граждан США. Я сам был свидетелем, когда притесняли недалеко от города Сеттл, власть неправильно что-то оформила, мужику хотели сносить дом. Вышли соседи на его защиту. Я скажу, слушайте, ребята, ну я же знаю, вы там постоянно с ним конфликтуете. Зачем вы его защищаете? Мне абсолютно простой ответ дали. Сегодня пришли притеснять его, завтра придут власть притеснять меня. Я лучше встану на его защиту, чтобы завтра он встал на меня. Вот дай бог, чтобы у нас граждане тоже так понимали. Понятно, дай бог, дай бог. Борис, спасибо. Отлично. Но, вы знаете, вот здесь Борис ставит очень интересный вопрос. Автомобилисты и пешеходы. Обладают ли они равными правами? Давайте я отвечу. Нельзя делить людей на автомобилистов и пешеходов. Это какая-то шизофрения. Не, ну хорошо, автомобиль. Автомобиль не является ли обременением для всех? Частный автомобиль является общественным обременением. Разве не так? Я сейчас поясню. Дело в том, что сейчас сложилась такая ситуация, что у нас 3 миллиона 700 тысяч квартир в Москве, а зарегистрировано 4,5 миллиона автомобилей. То есть можно сказать с уверенностью, что практически в каждом домохозяйстве, а квартира, это в общем-то домохозяйство, имеется автомобиль. Худо, бедно, у кого-то один, у кого-то два, у кого-то нету его. Но в целом можно сказать, что у большинства домохозяйств есть автомобиль. Поэтому сейчас сложилась, опять же, не благодаря жителям, ситуация, когда вы не можете съездить в магазин, потому что магазины все крупного формата. Это гипермаркеты, супергипермаркеты, и вы туда приезжаете, естественно, на чем? На автомобиле. Опять же, шаковые доступности. Очень много людей возят детей в школы. Опять же, больницы стали не так уж близко. А в метро утром давка, вечером давка. Я сам пользуюсь метро, я знаю, что это такое. И с детьми туда лезть в час пик, ну, в общем, только, мне кажется, больной наглого человек будет это делать. И таким образом нельзя делить людей на пешеходов и автомобилистов. Просто потому что у нас у всех есть вот этот вот железный конь. Почти у всех. Я только в одном бы дополнил Петра. Можно, Сергей, одну секунду? Подожди, Сергей, ну вот тоже я вам хочу этот вопрос задать. Да, сейчас почти у всех есть автомобиль. Но Москва вообще город для пешеходов или для автомобилей? Потому что сейчас, если так уже посмотреть, основными действующими лицами, основными проживающими в нашем городе являются автомобили. Можно я? Как-то, я помню, Блинкин предлагал такое. Вы знаете, посмотреть сверху, да, инопланетяне прилетят к нам из космоса и решат, а кто живет в этом городе? В этом городе живут автомобили. Люди теснятся по стенам. Можно я скажу? Ребята, никогда Москва площадью, там сколько у нас там 900 квадратных километров, диаметром несколько десятков километров, с учетом Подмосковья еще больше, никогда Москва не будет пешеходным городом. Потому что для того, чтобы дойти из одного конца Москвы в другой, вам надо потратить полдня. Но если МКАД больше 100 километров, о чем мы говорим? Конечно. Приоритет развития общественного транспорта. Нет, ну это метро. Но если перейти к вопросу, Сергей, то я считаю, что все-таки Москва это город для людей. И должно быть все рационально. Если в Москве не хватает практически 50% уличной дорожной сети, так или иначе придется строить. И об этом говорит сам же Блинкин. Он говорит о том, что уличной дорожной сети не хватает. И знаешь, что он дальше говорит, Блинкин? Он говорит, что строительством дорог проблем опробок не решить. Нет, ну и вообще это ужасно. Честно говоря, если будут строиться новые дороги, я как горожайный, автомобилист в том числе, я этому не рад. Я вижу, как расширяются проезжие части. Я вижу, как исчезают городские структуры, как исчезают бульвары. Вот, скажем, сейчас вот это идет хорда около Октябрьского поля. Был скверик, был бульварчик, теперь там широкая проезжая часть. Нет, ну надо делать так, чтобы, во-первых, меньше зеленых насаждений не становилось. У нас есть промышленные производственные территории, которые, если они перебазируются, если там производство уже закончилось или перебазировано в другой регион, там делать, конечно, не складские помещения, тоже логистику как-то просчитывать, а все-таки благоустраивать и делать пешеходные зоны, бульвары. Естественно, я думаю, это правильно еще как бы вопрос правильно. Как правильного районирования, вот, скажем, я не знаю, когда сейчас там же вот где-то на Ходынском поле строят торговый центр на 400 тысяч квадратных метров, я могу представить, какой коллапс ожидает весь трафик на Ленинградском... Не говорите про эту боль. Я вот только сегодня приехал из Хорошевского района, где мы обсуждали, это территория моего избирательного округа, где как раз мы обсуждали застройку Хорошевского района в целом, потому что надо предоставительные планирования правильно там развивать, потому что там действительно одна из лучших ситуаций в городе. Это ни одной стройки, если бы хоть одна была, это было бы ничего. Напомню, наш телефон студийный 651099,6. Поддерживаете ли вы платные парковки в Москве? Иван на линии. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да-да, вы на линии. Добрый вечер. Я крайне поддерживаю парковки, но я хочу сказать, что вас ввели в заблуждение, сказав, что количество машин в центре увеличилось. Потому что в примере с менеджером, когда он стоит один припаркован весь день, все другие четыре автомобиля медленно тусуются вокруг него, не могут припарковаться и паркуются в неположенном месте. Для того, чтобы оценить количество машин в центре, нельзя так просто огульно говорить, требуется системный подход и четкий расчет. А однако у нас почему-то вместо системного подхода все пытаются маленьким венечком подтереть пыль в разных местах, пальчиком подтереть. Можно? Я сейчас стою, одну секундочку, я стою в пробке сейчас как раз на выезд. И я по этому городу буду стоять до того места, когда я смогу разъехаться. Если решить проблему выезда из города, мы избавимся от большого количества пробок. У нас вокруг Москвы строится огромное количество домов. Вы что, не знаете, сколько там будет новых автомобилей? И те, кто разрешали строить эти дома, не знали, что там будут автомобили? Это все просто вопрос денег и выгоды, что на снесенных площадях заводов не будет парков. Там будут тоже построены квартиры, потому что за них можно получить денег. И если вы говорите, что это не так, то вы просто будете лукавить те, кто меня... Слушайте, а можно вам вопрос? Я вот хочу... Петр, я с вами в вашей конечной части согласен. Я сам писал на эту тему большой пост. Но у меня к вам вопрос. Смотрите, эти данные, которые мы озвучиваем, эти данные озвучивал департамент транспорта. То, что машин стало больше, физически стало больше проезжать, оборачиваемость места увеличилась. Так если... Данные от 25 октября. Господин Лексутов. Знаете, я вам скажу честно, я не верю данным наших осчетных комиссий, потому что они тщательно завирают все данные. Вы как-нибудь определитесь, либо вы верите, либо вы не верите. Вы, с одной стороны, говорите, что количество автомобилей увеличилось, а с другой стороны, вы говорите то, что нужно строить выезды и съезды. Я говорю, что количество машин не изменилось так, как вы позволяетесь представить схеме. Количество машин увеличилось, потому что количество домов растет и количество квартир растет. Если строить окружную, малую... В центре ничего не строится, мы говорим только про центр. В центре только у нас платная парковка, больше мы бы ничего не затрагивали. В центре, я считаю, что вообще теплопарковку делать платную стоит, потому что машины меньше ездили в центр. Но проблема в том, что этим не решится, это вытирание пыли пальчиком. Понятно, понятно, Иван, спасибо. 65, 10, 99,6. Аркадий. Алло? Да, Аркадий, слушаем вас. Пару тезисов. Я, скажем так, в последние лет, наверное, 5 езжу в Москве, там я из области. Но у меня работа связана с разъездами, я вожу в самооборудовании. В центре езжу не из-за того, что мне лень поехать на метро, а из-за того, что у меня с собой измерительные оборудования, к примеру. И действительно, в центре стало приехать проще, в том плане, что я знаю, что я еду на объект, и я где-нибудь в округе теперь, наверное, найду, где поставить машину, заплачу за это денежку, потом мне как-нибудь моя компания сконситирует. Но хотел бы сказать следующее, что Эсэжи эту проблему не решает. И я считаю, что необходимо продвигать вопрос выноса бизнес-центров и арендных площадей из центра. Сделать это, можно, следующим образом. Обязать хозяев бизнес-центров, в кавычках, а точнее просто взятых в аренду или выкупных зданий, издающихся под офисы, каждому 10 квадратным метрам своего офиса, обязательно сделать парковочное место для своих арендаторов. Если этого нет, ты не имеешь права сдавать эту площадь в аренду. Таким образом, когда мы, может быть, в перспективе, ну, причем, потому что центр станет историческим, культурным, досуговым центром, там не будет кипермаркетов, там не будет офисов. Офисы приедут в бизнес-центры, которые стоят на территории, на третьем кольце и дальше, на территории высших промзонах, а в центре у нас будут бульвары, скверы, театры, кинотеатры. И там будут жить жители, которые там изначально жили, и наступят всеобщее счастье. Хотелось бы заполнить сообщение предыдущего оратора, скажем так, что вот по поводу вытирания пальцем у Ярославской ШССР строили огромную эстакаду, построили эстакад, все замечательно, но все убили накорненно тем, что под северянским путепроводом, за северянским путепроводом, с лазерного центра, в самом узком месте сделали общественную полосу, которая длится ровно 300 метров. Таким образом, пять полос с северянским, у нас становится общественная полоса в самом узком месте, которая длится буквально 300 или 500 метров до ВДНХ. Понятно, Аркадий, но это, спасибо, это частная уже проблема. Вы сказали, мне кажется, очень... Не, ну правильно совершенно сказано было о том, что... В целом. ...что есть места узкие, которые нужно разрешать. Смотрите, вот какой вопрос. Кто за это должен заплатить? Город, граждане или бизнес? Вот как предлагает Аркадий. Может быть, действительно сделать такое обременение? Люди открывают бизнес-центры без достаточного количества парковочных мест, а таким образом они на всех на нас переваливают свои транзакционные издержки. Можно я... Сейчас такое не разрешено, открывать бизнес-центры без парковочных мест. В центре вообще города бизнес-центры теперь не открывают, не строят. Слушайте, хотите, я вам приведу пример с десяток бизнес-центров, которые... около которых нет вообще парковок. Ну, то есть, это на самом деле любой человек. Наверное, еще в 90-е годы были. Нет, 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 недавно. Иван Юрьевич говорит про то, что больше уже не разрешают такие бизнес-центры создавать без парковок. Недавно Москома Архитектура вышла с таким предложением разрешить. Ну, то есть, с минимумом парковок. Но не суть. Я хотел сказать, кто должен нести обременение. Безусловно, там, где бизнес-центры, владельцы этой недвижимости, которую они сдают за какие-то бешеные, безумные деньги, они должны нести инфраструктурные издержки. То есть, они должны обеспечить гостевую парковку. То есть, если я приезжаю, допустим, к ним, ну, там, на переговоры или куда-то еще, я должен иметь возможность поставить свой автомобиль. И, соответственно, парковка для сотрудников. И никого не должно волновать то, что, там, нельзя. Ну, нельзя, тогда, пожалуйста, перепрофилируй свою недвижимость. Что касается истории с выводом помещения, то это, наверное, вопрос к московскому правительству. Потому что две трети недвижимости офисной сдается под офисы московским правительством. Ну, то есть, это статистика всем известная. То есть, коммерческая недвижимость, принадлежащая частным инвесторам в центре, составляет всего лишь треть. Да, одну треть. То есть, московским властям и федеральным достаточно просто взять и часть своих сотрудников, чиновников, вывести за пределы Садового кольца. Останет всем легче. Были такие идеи, как вы знаете, но дорого получается. Не сразу это дело все решится. А, тогда давайте граждан выводить из центра. Нет, и граждан тоже не выводить. Не, ну, кто будет за это все платить? Конечно, платить будут граждане. Покупать машина получается быстрее и дешевле. Когда нам говорят о том, что... Кого легче все поймать. Взять за одно место, взять автомобилиста. Вы знаете, нам вот очень часто говорят о том, что бизнес должен это делать, люди должны платить. Но не совсем так. Если вы возьмете Испанию, Францию, то есть там муниципалитеты делали, там люди голосовали за своих депутатов, а депутаты принимали решения и строили эти парковки уже за счет... Муниципального бюджета? Да, муниципального бюджета. И вот это как раз можно было вынести как вопрос на референдум. Согласны ли люди именно этого района, чтобы деньги ушли на парковки? Но строить подземные дорого, а надземные не позволяют архитектурно-глазостроительные условия. Иван Юрьевич, вот садовое кольцо, еще раз говорим, объем его хватает. Очень серьезно решить проблему. Нам сейчас нужно идти на перерыв, а вот после перерыва обсудим, а какие, собственно, у нас выходы из этой ситуации есть. Строить надземные паркинги, подземные паркинги, ограничивать резко, я не знаю, въезд в центр города, делать платный въезд в центр города. Обо всем этом после перерыва. Телефон наш студийный 651099,6. Поддерживаете ли вы платные парковки? И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о больной теме московских парковок. Что такое парковка? Священное право каждого автомобилиста или новые поборы от правительства Москвы? Обсуждаем этот вопрос сегодня. Наши гости – депутат Мосгордумы Иван Новицкий, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев и координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов. И, знаете, в заключительной части нашей передачи я хочу обсудить, а, собственно, что нас ждет в ближайшем будущем? Да, вот после 25 декабря, как я понимаю, становится платная зона между Бульварным и Садовым кольцом, да? Повышение платы. Да, да, повышение. Ну, подождите, сейчас же оно… Повысили по плату до 80 рублей внутри Бульварного уже. И сейчас расширяется. Да, между Бульварным и Садовым. Да, между Бульварным и Садовым. И в более отдаленной перспективе. Скажите, а вот то, что вот сейчас между Бульварным и Садовым вот эта вот зона будет теперь платной, по вашей теории это тогда вызовет гораздо больший трафик и скопление в районе Третьего кольца, на подъездах между Третьим кольцом и Садовым кольцом? Да и внутри Садового кольца, то есть количество автомобилей, которые теперь будут въезжать в надежде припарковаться, будет гораздо больше. Точно так же, как сейчас люди считают, что в Бульварное кольцо легче въехать и легче припарковать автомобиль, потому что сейчас автомобили там не бросают на день. Но при этом, я говорю, трафик автомобилей увеличивается. Тогда снова паки и паки. Хочу этот вопрос задать. Вы знаете, господин Алексутов, о том, что нам нужны платные парковки, и вот сейчас их расширение на зону Садового кольца – это зло? Нет, это не решает проблему пробок. Вот вы вспомните, что Петр сказал перед окончанием, что на сегодняшний момент, если мы уберем даже бизнес, это всего лишь навсего одна треть. Вот одна треть может уехать, две трети все равно останется. И количество автомобилей теперь, которые будут въезжать, увеличится практически в три-четыре раза. Но при этом мы же понимаем, что вот этот центр, опять же, вот Петр об этом говорил в начале передачи, центр сейчас – это практически три третьих транспортных кольца. То есть если мы здесь уберем, то есть или сделаем больше трафик, то в конечном итоге мы получим коллапс здесь еще больше, чем я сейчас. Хорошо, что нам делать тогда в большом смысле? Что нас ждет? Платный въезд в центр? Что ждет, как вы думаете, с точки зрения департамента транспорта, или как вы, допустим, личная точка зрения? Ну давайте это на две части разобьем. С точки зрения департамента транспорта и вообще политики городских властей. Следующий, логический, следующий шаг – это… Платный въезд в центр. Платный въезд в центр? Нет, я думаю, немножко не так. Здесь платный въезд, он будет в 2015 году. До 2015 года будет еще одна очень интересная вещь, а именно сейчас каждая придомовая территория на сегодняшний момент, она подлежит приватизации. Но она подлежит приватизации до 2014 года, до конца. Если люди не приватизируют территорию, то вся внутри дворовая территория будет платная. И это как раз добиваются люди в правительстве Москвы. То есть сейчас расширение Садовое кольцо, дальше не пойдет расширение по сегментам, там до Третьего кольца и так далее. Этого не нужно, потому что нужно всего лишь навсего сделать платную придомовую территорию и все. И тогда уже вам негде просто будет парковать свой автомобиль. А в 2015 году это действительно, скорее всего, будет расширение, вернее не расширение, а платный въезд в Москву и расширение зоны платной парковки уже домка. Кажется, придомовая территория, это касается вообще всей территории Москвы? Всей территории Москвы. И спальных районов? И спальных районов. И спальных районов в первую очередь. Это как раз то, что мы говорим, что люди сейчас считают, что платная парковка только в центре, и их это не коснется. Коснется всех. Давайте я поясню, почему Лексутову нужны спальные районы. Дело в том, что автомобиль движется из точки А в точку Б. Точка А это спальный район, где живут большинство людей. Точка Б это, скорее всего, деловой центр, который у нас совпадает с историческим. Так вот, ему нужно затруднить хранение автомобиля в точке Б, то есть на месте работы, и затруднить или сделать дорогим, невыносимо дорогим, хранение автомобиля там, где человек живет. Поскольку у нас дома, почти все дома построены без парковок, или с какими-то дикими советскими нормами 50 автомобилей на 1000 человек, естественно, все дворы переполнены, и под эгидой наведения порядка во дворах, дворы будут обносить, это уже, кстати, обсуждается в кулуарах, обносить забором, ставить шлагбаум, и за парковку в своем дворе люди будут за свое место. Кому? Опять правительство Москвы? Ну, лофшору какому-нибудь придумают. Нет, ну здесь ситуация все-таки такая, если действительно, как сказано, двор оформлен для товарища собственников жилья, то это уже само товарищи-то определяют. Да, либо ТСЖ, либо, соответственно, правительство Москвы. Ну, не является ли это справедливым? Уже обносится на референдум, и тут тоже будет, ну, во-первых, состоится референдум еще, конечно, вопрос, но, во всяком случае, обсуждается, решает или не решает дальше. Это не планируется. Дворы, Иван, дворы, это не уличнодорожная сеть, это не имеет отношения к референдуму. Это уже совсем другое. Это совсем другое, конечно. Совсем другое. Но, как только несколько лет назад начал обсуждаться вопрос вообще о парковке в городе Москве, и дворы, и все прочее, даже только начали думать, стоят ли дворы. Ну, тут поднялся такой, ну, скажем так, шквал разных обсуждений, что решили это дело вообще даже не трогать. Ну, в общем, как я понимаю, из вашей дискуссии это все-таки неизбежно к 2015 году, то, что это все касается наших дворов. Если Максим Станиславович останется на своем посту, я думаю, что... Нет, вот мы для того и обсуждаем. Я думаю, что экспертное сообщество, которое на эту тему думает, оно может дать свои предложения. Мы в Московской городской думе обязательно это обсудим, я приглашаю на круглый стол уважаемых коллег, для того, чтобы мы с приглашением Департамента транспортной связи не только в эфире, и других специалистов по градостроительству, по оценке возможностей строительства подземных парковок, надземных парковок, сколько это будет стоить, Давайте я скажу так. Где это можно было строительно сделать? Вот это все понятно. Дело в том, что Департамент транспорта не слышит никого. Собака лает, караван идет. Это принцип Максима Лексутова. Мы можем говорить и говорили, и Сергей говорил, и мы говорили... Во всяком случае, Департамент прислужился к некоторым моментам, которые были на обсуждение в Центральном округе. Да, я вас умоляю. Это, знаете, откусили руку по плечо, а потом решили чуть-чуть оставить. Выплюнули косточку. Да, обрубок оставить. Так вот, я к чему хочу сказать. В Москве парковочного пространства парковок полтора миллиона машин и мест. До 2025 года они собираются расширить парковочное пространство, это программа правительства Москвы, на один миллион машин и мест. То есть, легальных машин и мест будет 2,5 миллиона. Сейчас полтора. Из них 4,5 миллиона это машин уже есть москвичей. Плюс сколько-то машин приезжих людей. А где же они стоят? Вот именно поэтому я и говорю, что эти лишние 3 миллиона стоят с небольшим нарушением правил парковки. Обратите внимание, пройдите, посмотрите вокруг себя. Кто-то на тротуарчике примастился, кто-то... Не пешеходном переходике. Не, пешеходный переход я вот... У нас постоянно. Не люблю, да. Ну, понятно, это газоны, но в основном проезжие части. Проезжие части и дворы. Во дворах мы занимаемся слаломом между припаркованными машинами. Да, абсолютно точно. Но они тоже стоят с нарушением, если что. Так вот, потому что дворы у нас, это не дворы, это у нас пожарные проезды. Там вообще парковаться нельзя. Дворы это у нас парковки, по большому счету. Ну, это по факту. По факту, да. Стали выделять во дворах специальные места, разграбленные для свободной парковки. Очень мало. Мало, согласен, надо больше. Да, именно поэтому я и говорю, что основная задача правительства Москвы сделать так, чтобы часть из этих лишних трех миллионов автовладельцев отказалась от своего автомобиля и его продала куда-нибудь желательно в регионы. И стала ездить на общественном транспорте. При этом, при этом, уже даже посчитанно Максим Алексутов объявлял, что лишних на дорогах, то есть активных пользователей 600 тысяч. Это означает, что... Что значит лишних? Лишних. Это означает, что... Статистика между летним периодом и зимним. Наш город не может выдержать без того, что не создавались пробки. Дорожная сеть. Да. Но я опять же подчеркну, Сергей правильно сказал, что у нас дорог меньше, чем в Токио, например, а это сопоставимый мегаполис с Москвой. Семь раз. То есть вместо дорог у нас строили торговые центры, офисы, да что угодно. Но еще советская планировка не учитывала такого количества автомобилей. Слушайте, советская планировка гениально учитывала. Генплан 70 какого-то года, вот на самом деле... Предусматривал даже хорды. Предусматривал хорды. Более того, места, которые сейчас варварски застроены просто высотками, там были, там было какое-то четвертое кольцо, пятое кольцо. Там все было очень по уму. Но сейчас все взял рынок в свои руки, наставил всюду коробок вот этих вот обувных коробок торговых центров, офисы класса А, Б и так далее. Вот эти человейники, ну вот... Ну мы же так это хотели все. Нет. Чтобы было много автомобилей, чтобы было много торговли, мы все могли покупать товары. Но тем не менее... За что боролись, на то и напоролись. Да, да. Такой печаль, печальный вывод, к которому мы приходим, за что боролись, на то и напоролись. Но на то у нас есть собственно наши власти, на то есть Мосгордума, для того, чтобы сейчас вот, как я вам напомню, был разрешен референдум по поводу платных парковок. В общем, я понял, что эта проблема гораздо более сложная, чем казалось мне с самого начала. Так что платными парковками все только не решится и, видимо, не ограничится. Ждите платного въезда в центр, ждите платной парковки у себя под домом. Ну пока об этом никто официально не говорил. Пока не говорим, но тему мы подняли. Скоро. Спасибо за участие в этом эфире. Иван Новицкий, Сергей Канаев, Петр Шкуматов. Спасибо всем звонящим, извините, что я не мог принять все звонки. Был буквально шквал звонков. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.